Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами встретились здесь накануне Всемирного Дня Борьбы с диабетом. Диабет – это очень важное в социальном отношении заболевание, очень распространенное и, к сожалению, одно из самых недодиагностированных заболеваний в мире. Многие люди живут с диабетом, не подозревая, что он у них есть. И мы сегодня с вами поговорим о том, как можно сделать жизнь больных диабетом лучше, как улучшить качество жизни. Действительно ли больным диабетом следует сидеть на строжайшей диете или им нужно просто рационально относиться к своему столу? Действительно ли им нельзя есть обычную нормальную еду со солью, со специями, даже, представьте себе, с сахаром? Или это категорически запрещено? Обо всем этом мы сегодня поговорим с нашими кулинарами. Давайте представим вам Марианну Орвенкову, замечательного кулинара и весьма ответственного товарища, занимающего высокий пост. Она заместитель главного редактора журнала «Гастроном», пожалуй, главного нашего журнала, который нормально пишет о еде. Да, еще до сих пор выжившего. Ну, куда же он денется? И у нас есть Влад Пескунов, весьма известный кулинар, автор многих кулинарных книг, большой энтузиаст кухни, очень вдумчиво к ней подходящий. Влад, собственно, уже сварил борщ и, значит, будет вам рассказывать, как он это делал. Да, я сварил борщ, но я оставил несколько подготовленных полуфабрикатов для того, чтобы продемонстрировать, из чего это борщ стоит, и рассказать вообще, что это за борщ сегодня буду готовить. Поскольку я занимаюсь исследованием московской кухни, сегодня я как раз хотел приготовить не совсем привычный борщ, к которому мы привыкли, а мы, в общем-то, привыкли больше одной из украинских версий, так скажем, самой распространенной этих, так скажем, свекольных супов, я приготовлю именно московский борщ, который известен уже 200 лет, но в последнее время он немного подзабыт и принесен был в Москву и получил популярность благодаря очень богатому и щедрому двору Кирилла Григорьевича Разумовского. Был такой вельможа, если вы помните, необыкновенно богатый, необыкновенно щедрый, который устраивал практически каждый день, каждый день, за исключением таких очень строгих постов, большие такие журфиксы, где кормил, и в том числе свой любимый, поскольку он родом был с Украины, угощал своим любимым блюдом, а именно борщом. Вот я сегодня буду готовить такую очень приближенную к московским условиям, достаточно парадную версию, именно московскую, борща. Поэтому, если вы найдете какие-то несоответствия с тем борщом, который готовила там ваша бабушка, например, то, значит, вопроса не было на журфиксах у Кирилла Григорьевича Разумовского. Так, я начинаю. Ну, значит, я просто хочу сказать, что будет с моей стороны. Мы договорились, что я буду делать салаты традиционные для кухни Украины и Белоруссии. Тут есть некоторый затык. Он заключается в том, что традиционно не очень едят в этих государствах салаты. То есть советские салаты, несомненно, оливье, салат Виктория, салат... Мимоза. Мимоза. Вот это, да. Но мы все-таки хотим есть еду... Селедка под шубой, совершенно верно. Мы хотим есть еду, которая правильная и здоровая, а это немножко другая история. Значит, и поэтому мы немножко покопались в истории и решили, что есть украинская цвикля, то есть это свекла, как мы можем услышать в этом слове. Это запеченная свекла, которая, например, в русской традиции чаще смешивалась с каким-нибудь там черносливом и чесноком. А в украинской традиции есть салат, который делается со сметаной и с хреном. Это очень вкусно, он очень симпатично подается с вареным яйцом. Значит, вот этот вот салат у нас украинский, а белорусский салат – это квашеная капуста с редькой зеленой, с клюквой, с правильным нерафинированным подсолнечным маслом, про которое мы с вами можем поговорить, и тмином. Вот, значит, и пока, наверное, Влад будет рассказывать про свой борщ, я потихонечку, например, вот смотрите, у меня такая квашеная капуста, она длинная. И вот есть ее, как она есть, довольно тяжело, ну просто потому что вы будете тянуться, знаете, на улицу с этими длинными красивыми штуками. Поэтому мы берем обычный секатор кухонный и так вот берете ее прямо руками. То есть вот если у вас большое количество народу, например, пришло к вам в гости на Рождество, да? И вы хотите их, например, кормить каким-то тяжелым мясным блюдом, и вот которому не надо делать в качестве гарнира картошку, а сделаете лучше к самому мясу какой-нибудь просто простой микс зеленый салат, а до этого вот такой салат, который поможет пищеварению в связи с тем, что в нем будет тмин, в нем будет клюква, естественно, сама капуста. Ну да. Вот, поэтому я тут потихонечку, что я буду делать? Я вот это нарежу, нарежу небольшими кубиками очищенную редьку, добавлю туда клюкву, разотру немножко тмин с солью, с маслом смешаю, залью, разложу по красивым мисточкам, и дальше мы это поставим вам на столу. Влад. Так, а я приступаю к приготовлению борща. Ну, сначала я хотел бы вообще коснуться, что такое борщ. Борщ, на самом деле, одно из самых широких кулинарных понятий вообще в нашей кухне, поскольку борщом можно назвать очень многие, совсем не похожие друг на друга супы. Тот борщ, к которому мы привыкли сейчас, он появился как раз вот на рубеже 18-19 веков, в том числе и благодаря вот этой кухне графа Розумовского. Он, конечно, более приближен именно к малороссийской, к украинской кулинарной традиции, он обязательно со свеклой, но до этого на Руси тоже готовили столетиями борщ, он был без свеклы, он был зеленый. Мало того, в Сибири, на Урале произрастает такая трава, которая так и называется, борщ, или сейчас борщевик. Не путать с борщевиком, да, сосновского. Немножко другие, хотя это тоже съедобное растение, между прочим, ее тоже можно приготовить, просто надо брать молодые растения. Ну, любую фугу тоже можно приготовить. Да, с точностью до семейства. Не будем рисковать, среди зонтичных растений достаточно много ядовитых, надо сказать, хотя есть и достаточно интересные вкусы с кулинарной точки зрения. Нарковь, например. Да, марковь, например. Вот, поэтому борщи были зелеными. До сих пор во многих регионах называют супы, которые готовятся из каких-то декорастущих трав, называются борщами. Хотя, конечно, свекла являются таким, в общем-то, характерным определяющим признаком. Поэтому сегодня наш борщ, он будет иметь признаки как традиционного украинского борща, так и наших русских щей. Здесь у меня бульон, как я уже сказал, сваренный из нескольких сортов самого лучшего мяса. Сварен бульон, жир сверху снят. Вообще, чем хороши, с точки зрения диетологии, в том числе, так называемые первые блюда или супы, это в том, что очень легко можно отделить излишки жира. Как известно, мы все знаем, что жир в воде таким простым способом не растворяется, поэтому он поднимается наверх, его можно снять. И вот эти несколько кружочков жира, которые плавают на поверхности, по сравнению с целым объемом кастрюли, это, поймите, это меньше 1% жирности. То есть любой продукт, который мы покупаем в магазине, даже диетический, где написано 0%, все равно содержат какие-то там жиры, они соизмеримы с теми жирами, которые содержатся в кастрюле борща. Поэтому можно быть совершенно спокойным в этом плане, если вы, конечно же, имеете такую осторожность бояться жиров. Да, бояться их совершенно не нужно, поскольку жир в кулинарии имеет совершенно определенную роль. Это не только питательное вещество, это еще и носитель ароматов. Естественно, очень многие, очень многие эфирные масла, очень многие компоненты продуктов, специй, они растворяются прежде всего в жире, а не в воде. Всякий, кто жарил морковку, увидит, что, собственно, жир после морковки становится оранжевым, каротиноиды, собственно, из морковки переходят в жир. Точно так же. Да, в воде абсолютно это исключено. Таким образом, жир для полноценного продукта обязательно должен находиться в его составе. Нужно понимать, да, а жир – это не только та белая субстанция, которую мы видим визуально. Жир может быть скрыт в продуктах, как, например, в тех же самых сдобных булочках. Его не видно, но его там может быть очень много. Сыры всевозможные, до 50-60% жиров содержится. Вот, поэтому это всё весьма-весьма относительно. Надо, конечно, понимать, что за продукт вы используете. И вот, касаясь того, что сказал Женя, по поводу ароматических веществ, которые передаются, я сегодня пассеровал мои овощи с добавлением нерафинированного растительного масла, очень ароматного. Марьяна купила, я не знаю, это кубанское, да? Кубанское. Кубанское масло. Не жареное. Да, замечательное, передают ароматы, вкус и очень такой аутентичный, как раз для придания всех этих ароматов нашему борщу. Итак, нам идёт репчатый лук, который слегка пассерован, не зажарен именно, видите, а слегка пассерован, он фактически остался светлого цвета. Капуста квашеная, именно квашеная. То есть, здесь нужно обратить внимание на то, что, если вы не сами квасите капусту, хотя, на мой взгляд, нет ничего проще, чем самому заквасить капусту, да, а покупаете её, нужно быть внимательным, потому что на рынке огромное количество, ну, так скажем, не совсем продуктов, не совсем соответствующих своим названиям. Ну, вот, собственно, вот вариант капусты, который купила я, которая очень вкусная и приготовленно похожа, да, но вот Влад, попробовав её, сказал, что там почти наверняка есть сахар, для того, чтобы она была более привлекательной, да? Да, ну, понимаете, в чём дело? Ну, все, наверное, квасили капусту и знают, что, в общем-то, если соблюдать все эти немудрёные правила, да, она без всякого сахара обязательно даст брожение, заквасится, ну, конечно, нужно и сорт правильный взять. В капусте огромное количество внутреннего сахара. Да, 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 да. Оборот, квашеная капуста здесь оказывается весьма диетически верным добавлением в случае диабета, поскольку тот сахар, который в ней был, был сброжен лактобациллами до молочной кислоты. Фактически сахар был извлечён, извлечён из капусты, превращён в молочную кислоту, она стала квашеной. То же самое касается и солёных огурцов, и мочёных яблок. Который добавляется обычно на тёртом виде в квашеную капусту, она, например, помогает брожению, поскольку она содержит тоже достаточно количественных углеводов, и тоже эти углеводы при достаточно, конечно, длительном сроке созревания этого продукта, они перебраживают, превращаясь в углекислый газ и молочную кислоту. Так, морковь. У нас морковь содержится уже в капусте, но её там недостаточно, поэтому мы ещё пассеровали немного моркови. Свёкла красная. Ну вот, например, я в последнее время предпочитаю использовать свёклу, которая, знаете, на срезе имеет такие концентрические круги, белые, красные. Я не знаю, честно говоря, что это... Ну, меня просто привезли из Кубани несколько лет назад семена, я постоянно их сажаю. Такая смесь по вкусу сахарной свёклы и столовой свёклы. Вот, она очень интересна, у неё такой, чем-то напоминает даже имбирь по своему вкусу, даёт такой очень насыщенный вкус. В общем, если у вас есть возможность, покупайте такую свёклу, очень рекомендую. А снаружи она как выглядит? А снаружи она выглядит примерно так же. Пока её не разрежешь, её не поймёшь. Ходите на рынок с ножом, короче. И вот идёт ещё... Я нарезал немножко тамбовского окорока, чтобы просто показать, что в это блюдо идут ещё всевозможные мясные деликатесы. Итак, приготовление достаточно простое. Что мы делаем? Мы варим бульон. Бульон варим из нескольких сортов мяса. Я взял здесь говяжью грудинку, курицу и косточку вот от тамбовского окорока, которая осталась. Тоже я положил, не разрезая, чтобы дала дополнительный аромат. Сварил этот бульон, снял жир при помощи паломника. Удобнее, конечно, было бы вынести этот бульон, как положено, в холодное место, какого-то на балкон, какого-то на веранду, когда он застывает, жир. Причём животный жир, соединяясь с растительными, он образует такую твёрдую субстанцию, и можно снять практически всё и оставить ровно столько, сколько вам необходимо. Затем добавляем пассерованные овощи, прежде всего лук. Я делаю немножко иначе, я скажу так, я когда тушу капусту, я беру большую чугунную кастрюлю, туда немного растительного масла, кладу отжатую, если капуста слишком кислая, её необходимо промыть проточной водой, отжимается она, кладётся, укладывается в кастрюлю, и добавляется уже туда пассерованный лук и морковь, и вместе они тушатся, подливается при необходимости вода или бульон тот же самый, до того состояния, когда капусту можно спокойно есть, она не будет издавать хруста. После этого капуста переносится в бульон, добавляется сюда ещё свёкла, всё это варится примерно, ещё какое-то время, не меньше получаса, хорошо бы час, и нарезается то мясо, из которого варился бульон, туда же добавляется. Из ароматических веществ я предпочитаю чеснок свежий, который добавляется в конце, укроп, либо свежие, либо сушёные семена, добавляются. Можно добавить петрушку, можем добавить свежемолотый чёрный перец, либо накрошить немного свежего перца чили. Хотя это будет, конечно, не совсем аутентично. Единственный, собственно, как бы завозной компонент в этом блюде это растительное масло, которое сделано из подсолнечника. Все остальные продукты оказываются целиком и полностью традиционными и доступными для русской кухни совершенно незапамятных. Во времена Кирилла Григорьевича Разумовского скорее всего, пассеровали либо на каком-то животном жире, чаще всего на говяжьем, поскольку свинина вообще не характерный для русской кухни продукт. Но сегодня мы немножко приблизили к нашей действительности. Мы взяли немного рафинированного масла, добавили в него вот это замечательное нерафинированное масло и на нём приготовили наш суп. После того, как все компоненты я туда погрузил в бульон, опять поднялся жир, мы снова его сняли, и у нас получился, в общем-то, продукт весьма сбалансированный, надеюсь, что очень вкусный. Вы все попробуете. К вопросу опять же о компонентах. Вот смотрите, сюда входят мясные деликатесы. На самом-то деле, жирность того же самого тамбовского окорока существенно ниже даже, чем просто свинины, поскольку он прошёл термическую обработку и часть жира потерял. То же самое касается других готовых мясных деликатесов. Я, возможно, всё срезал, да. И срезал, и, собственно, жира в нём фактически нет. К вопросу о диетологии, о, так сказать, боязни жира. Давайте мы расскажем, что такое тамбовский окорок. А вот секундочку. Жиры сгорают в пламени углеводов. Что это? Бета-окисление жиров, дало-ацетилкоэнзим-А. В цикл Крепса встроился коэнзим-А, и всё это закончилось образованием той самой энергии макроэнергических связей, энергии АТФ, за счёт которой мы с вами живём. Вот оно, подсознательное стремление к жиру. С одной стороны, к глюкозе, к сладкому, с другой. Да, спасибо большое. Спасибо. Если мы говорим о здоровом питании, то бутерброд тоже надо понимать, с чем делать. Если вы, в принципе, едите бутерброды, то это тоже история, когда... Ну, я бы, конечно, всегда говорила, что буженину можете сделать сами. Это занимает два часа работы духовки. К тому же, наша кухня, это не то, чего следует стыдиться. Наоборот, наша кухня, это то, что нужно всемерно вспоминать и пропагандировать. У неё и славное прошлое, и славное настоящее, и тем более славное будущее. То есть, наша кухня настолько хороша и велика, что нет поводов не готовить её блюда. Вот в последнее время очень часто мы слышим о том, что самой здоровой кухней является кухня средиземноморская. И все приверженные к правильному, так сказать, питанию наши соотечественники яростно стараются придерживаться именно средиземноморских традиций в питании. Но мы не учитываем, что кухня, рождённая в том или ином ареале, в том или ином климате, в той или иной местности, она обоснованно привязана к этой местности. Средиземноморская кухня рассчитана на круглогодичный тёплый климат. И она не требует такого гигантского количества энергии, которое требуется в нашей холодной стране. И вот когда мы снова возвращаемся к процессу образования энергии АТФ, за счёт которой мы живём, в том числе поддерживаем температуру своего тела, мы должны сказать, что гораздо более богатая жирами традиционная российская кухня, она такова именно потому, что для выживания в наших холодных краях вот это огромное количество энергоёмкого продукта. Жира необходимо, чтобы правильно метаболически обеспечивать энергией собственный организм. Наши люди готовят средиземноморскую еду и добирают размером порции. Давайте вернёмся к нашему. Можно я только скажу, знаете, у полярников какая норма сливочного масла в день была? 120 грамм в день. Не просто так. Недавно прочитал цифры такие, что в начале 19 века средний русский, я повторю, средний, не при царском дворе, где из сахарных голов вырезали различные скульптуры, а средний русский человек потреблял рафинированного сахара в 200 раз меньше, чем сейчас. Всего лишь 200 лет назад. А сейчас рафинированный сахар сменился новой напастью, гидролизным сахаром, приготовленным из кукурузы. Собственно, кукурузный сироп инвертный, который делается ферментами и, собственно, фактически как соложением кукурузной муки. Корн сироп основа всей американской массовой коммерческой кулинарии. Когда мы берем, грубо говоря, вагон кукурузы, делаем дробленную муку, кладем туда некоторое количество ферментов, которые превращают в смесь, соответственно, патоки кукурузные, смесь моносахаридов, осахаривают эту самую кукурузную муку. Дальше мы ее кладем везде и побольше, чтобы послаще было. Поэтому традиционная русская кухня, она практически не содержит быстрых углеводов, за исключением каких-то медов, которые тоже, надо сказать, ели несколько раз в году, по большому счету. Либо это быстрые сахара, которые содержатся в плодах сладких. Да, но это определенное время года. А вот, предположим, кисели русские, традиционные, не крахмальные кисели, очень интересные продукты с точки зрения и диетологии, в том числе, например, овсяный кисель или гороховый кисель. Он может быть несколько необычен для современного человека, но я вас уверяю, что если к нему привыкнуть, у вас просто организм будет как мой орган, он постоянно требует. Я хочу хотя бы раз в неделю поесть овсяный кисель. Это очень вкусно, это очень сладко, на самом деле, действительно. Или чипсы из яблок. Это, пожалуйста, это стоит мисками, это можно есть, и это не опасно. Да, это гораздо лучше, чем, например, леденцы. Тут натуральная яблочная пастила, например, без добавления сахара. Да, тоже. Это тоже, конечно, сладкий продукт. Опять же, продукт, где сахар изнутри, из плода. А что у нас делают мальяна? А я, ты знаешь, тихо делаю еду. Пока мы здесь болтаем. Так, один салат у нас готов. Значит, если вдруг, естественно, вы не за каждым моим движением не смотрели, вообще-то, в принципе, это редька трется на терке. Но, ну, мы, ребята, продвинутые, мы хотим, чтобы еда еще и красиво выглядела. Поэтому, есть вариант русского салата такого же с Антоновкой. Не моченая, а свежий, да, когда идет сезон, то очень вкусно. Вот практически то же самое, только без тмина. И я просто решила, что порежу-ка я эту прекрасную редьку, которая очень сочная, очень вкусная. Влад таскал кусочек, мне кажется, оценил. Это зеленая маргелланская редька. Совершенно верно. Именно ее в Беларуси используют. Не черную. Да, я 50 раз спросила. Да, черная все-таки больше используется, особенно современными поколениями, вот этим чудесным излечительным способом, который все вздрагивают, когда вспоминают, но работает. Знаете, да? Когда в нем долбят это самое, мед кладут, долбят дырочку, мед кладут, и дальше ребенок должен это выпить. Это же, в принципе, под автоматным дулом только это можно сделать, конечно. Ну вот, значит, и вот эта вот редька, нарезанная меленькими кубиками, была посыпана толченым с солью, кмином. Совсем немножко. У вас достаточно в этом блюде вкуса, чтобы еще тут что-то солить. Совершенно не нужно. Вот. А это будет заправка из сметаны с хреном для свеклы, которую я натру. Заправки этой довольно много, но я буду делать следующее. Я буду просто... Значит, обычно тоже, конечно, так кладется чеснок. Можно я вас пожалею, не буду класть вам чеснок, а вы будете дальше мирно общаться, дыша друг на друга. Просто так. Ну, собственно, все, что мне нужно сделать, это натереть свеклу. То, что я говорю, называется мочанкой. Да, именно. Значит, вот смотрите, когда вы запекаете свеклу. Значит, смотрите, они довольно крупные эти ребята. Когда вы запекаете, если у вас много времени, то хорошо, чтобы они покрупнее были, потому что чем она крупнее, тем, соответственно, сочнее будет получаться. И заворачиваете каждый плод по отдельности и ничего с ним не делаете, кроме того, что моете щеткой. Довольно важно не отрезать вот эти вот хвосты, попки, носики, не знаю, как вы это называете, потому что то, что вы отрезали, оттуда все потечет. А вам не хочется, чтобы оно текло, поэтому и выбирайте... Все сосуды-то там. Да, и выбирайте те, которые с хвостами, потому что вам часто на рынке хотят все отрезать, почистить, помыть. Не покупайте мытое, во-первых. Конечно, вы экономите время, но оно хранится значительно хуже. Смешно, что стоит при этом значительно дороже. Ну, в общем, мне кажется, что у каждого дома есть щеточка и 5 минут на то, чтобы поскоблить ею корнеплод. Я просто вас очень призываю, чтобы вы свеклу не варили вообще никак-то. Ни для чего. вот, я не знаю, для чего вот есть такое что-нибудь, что вот нужно сварить его почему-то? Да? Честно говоря, нет. Это просто технологически и проще. Проще, конечно. То есть, вот эта вот кастрюля с этим бурым бульоном, зачем это нужно? Я всегда, когда летом я за город, уже часто использую гриль для приготовления, и всегда, после того, как пожарил, мясо, шашлык, всегда остаются горячие угли. Они прогорают, вот зря грея вселенную, создавая парниковый эффект. Я всегда беру, у меня осталось дома морковь или свекла, я заворачиваю фольгу, кладу в эти угли, накрываю крышкой, и пока мы обедаем или ужинаем, овощи запекаются, вы их просто убираете в холодильник, и тогда, когда вам необходимо приготовить какой-то салат или просто добавить. Просто у вас средиземноморская кухня техниках ее, но с нашими овощами. И в зависимости от размера свеклы, вот эта запекалась почти 2 часа, потому что она крупная, помельче, или если она молоденькая, конечно, быстрее. Тоже дальше большой вопрос, что вы хотите от этой свеклы получить. Хотите ли вы, чтобы она была сладкая, мягкая, или вы хотите, чтобы она немножко хрустела. Это разные салаты получаются. У нас салат традиционный украинский, ее, конечно, упекают до состояния нежной, славной, почти в пюре. Да, вот это вот мое добавление. Я считаю, что это здесь очень правильная история. Свежемолотый перец, который вообще очень кровь так заставляет струиться быстрее. И просто в эту заправку он очень хорошо подходит, она с ним делается менее скучной. И это надо будет посолить. И девочки, можно соль, пожалуйста, потому что я не попросила. Любые, вот я мало верю в какие бы то ни было заговоры мировые, но, пожалуй, с растительным маслом, мне кажется, он есть. Такого рода, что, значит, вот мы говорили про средиземноморскую кухню, ну, просто так получилось, что оливковое масло, поскольку оно обладает довольно высокой температурой горения, на нем можно жарить, а заговор как раз рассказывает нам, что нельзя, потому что канцерогены. Вы не добиваетесь у себя на сковородке температуры, при которой оливковое масло образует канцероген. Конечно. Она скорее загорится. Да, поэтому жарьте спокойно на оливковом масле Extra Virgin, чувствуете себя здоровенькими. На вот этом масле, конечно, жарить нельзя. Есть одно русское масло, на котором жарить можно, нерафинированное. Это горчичное масло. Я вот сейчас пыталась вспомнить, что за годы... Есть еще рыжиковое, но он имеет очень... Она очень близко. Очень специфический, как и горчичное. Ну, горчичное тоже довольно сложное масло, то есть на нем нельзя жарить на высоком, на большом огне. Температура горения горчичного масла 150-160 градусов, то есть это такой средний огонь. Ну, вот, например, оладушки или блины, мне кажется, прям очень вкусно. Или овощи некоторые, да? Что касается подсолнечного масла, то его температура горения где-то 120, по-моему, или даже 115 градусов, поэтому на нем можно прогреть, вот как Влад прогревал... Вы имеете в виду нерафинированного масла? Да, да, да. И вообще все эти ароматные масла, конечно, их надо добавлять в самом конце. То есть когда вы спассировали овощи либо на рафинированном масле, либо, что я настоятельно рекомендую, как кулинар, прежде всего, это топленое масло. Топленое масло. Топленое масло. Ореховое масло. То, что вы хотите получить. Но лучше их термически потом не обрабатывать. Да, термически не обрабатывать. Ну, когда у вас на сковороде приборно большое количество, большой объем продукта, там средняя температура не настигает даже 100 градусов. Приборно, когда вы пастируете свеклу, там где-то градусов 80, масло. Да, да. Пока вся вода не упарится. Да, пока вся вода не упарится. Температура не будет подниматься. Не будет выше 100 градусов. Поэтому можно совершенно безобидно добавлять это масло, перемешивать, и не бояться, что у вас что-то там произойдет. Можно я расскажу про борщ, который вот я... Я не сторонник бульонов совсем. То есть это очень вкусно. Но мне как раз кажется, что это совсем не полезная еда. И я поэтому варю борщ. Последнее время я, кстати, тоже пеку все. К свеклу, картошку, морковку пеку. Лук немножко жарю так, как вот Влад. Бросаю капусту, доливаю воду. Это закипает, и капуста делается более-менее мягкой. Дальше туда добавляются вот все эти овощи. И фишка – это рубленые помидоры, итальянские, в собственном соку. Да, понимаете, какие разные есть из банок. Помита. Помита какой-нибудь. Ну, итальянские помидоры очень хорошие, потому что у них система простая. Вот поле, вот завод. Собрали, нарезали, шкуру сняли, в банку положили. Очень вкусно. Для того, чтобы... Ну, естественно, когда вы делаете в сезон, можно взять помидоры обычные, свежие, просто немножко их подтушить, чтобы была концентрированность вот этого вот вкуса. Да, а дальше, естественно, тоже зелень и чеснок. То есть, просто это очень короткий борщ. Он занимает очень мало времени. Вы можете запечь овощи с утра, прийти вечером, и борщ будет через 20 минут готов. А дальше мужчинам, которые не могут жить без мяса, там есть такая история с толченым салом с чесноком. То есть, вы берете кастрюлю совершенно веганского борща, постного, и сало соленое толчете вот в такой ступке с щепоткой соли и зубчиком чеснока и добавляете прямо в тарелку. У вас кипящий практически борщ наливается в тарелку. Дальше вы кладете качественный животный жир. Получается аромат, как будто он у вас прямо весь из себя страшно на мясном бульоне. Но фальшивый заяц. Согласись, что это полезный фальшивый заяц. Полезный, но на самом деле лучше в мире нету птиц, чем свиная колбаса. Я тоже лету стараюсь готовить именно постные и щи, и борщи, и все с удовольствием едят, даже без... Это просто отдельный вариант. Да, это отдельный вариант. Поэтому из постных продуктов, не содержащих вообще никакого мяса, можно приготовить очень вкусные блюда. Конечно. Поэтому, конечно, свет клином не сошелся на мясных бульонах. Вот это, наверное, актуально в день диабета. Вот сегодня две подруги, встречаясь, если хотят, одна другой хочет сделать комплимент, она говорит, ты так похудела, и второе, это приятно слышать. Так вот, еще буквально 100-150 лет назад подобный комплимент был бы оскорблением, а комплимент был совсем иной. Она так пополнела, она так похорошела, это были синонимы. Откуда вот эта принципиальная разница в оценке красоты? Похудела красиво или пополнела красиво? Дело в том, что полнота, это было наблюдение врачей 18-го, 19-го века, начало 20-го века. Полнота крайне редко ассоциировалась с развитием туберкулеза, а туберкулеза тогда было очень много. А вот у худосочных девиц туберкулез встречался чаще и в дальнейшем прогрессировал, и это было признаком нездоровья. Соответственно, вот, друзья, надо всякий раз, когда мы говорим о том, что здоровье, знак равенства, это красота, всегда анализировать, а что стоит за этим понятием. Избыточный вес, ожирение, да, признак нездоровья. И избыток, и недостаток, да, и засуха, и наводнение, и то, и другое нехорошо. И всегда ищем золотую середину нормы. Так, все, у меня готово. Ну что же, нам надо, мне кажется, позвать наших двух других кулинаров. Я пойду это сделаю. Маша будет готовить десерт сладкое, да, это она расскажет. Потом, наверное, расскажу я, я буду готовить, будем говорить так, украинское и белорусское. Из украинской кухни мы попробуем приготовить кабачок, фаршированный субпродуктами. Кстати, Евгений, я почему субпродукты взял, я знаю, что вы недавно в журнале опровергаете как бы не по влете субпродуктов. субпродуктов, поэтому будет интересно послушать именно о субпродуктах, и будет белорусская кухня, будут колдуны с грибами. То есть, что можно приготовить с картошкой. Вот эти два блюда, я вам покажу, как их делаю, и потом будем их пробовать. Что, начинаем, да? Ну, при том, что картошку, картошку обычно диабетикам особенно не рекомендуют, но, если ее немного, то, то это можно. Борщ у нас, например, без картошки и, разумеется, без томатов. Важный момент относительно нашего борща. Давайте я, просто, чтобы вам было понятно, для начала тоже расскажу, что я буду готовить, потом мы дадим Сереже показать, и потом я вам покажу. Я приготовлю десерт и напитки. На десерт у нас будет пахлава турецкая с орехами, а на напитках, напитка будет два. Один будет сбитель, это русский медовый напиток со специями, второй узвар, про который, наверное, Сережа расскажет лучше меня, но это настой сухофруктовый яблочный настой. Не компот, а как бы именно достаточно кислый и не вареный вот настой сушеных яблок. Слово Сережи. Давайте мы тогда начнем с нашего кабачка, мы его должны будем поставить в духовочку. Значит, в украинской кухне есть кабачки, фаршированные субпродуктом, то есть ливером. Для приготовления фарша для кабачков мы должны сделать что? Мы должны отварить легкое и сердце. Желательно, конечно, выбирать продукты свежие на рынке у мясника, которого вы знаете. Почему? Потому что продукты имеют свойства, почему их и особо нету в торговле, быстро портятся и общественное питание их тоже редко иногда применяют именно по этой причине. То есть, если бы не эта причина, да, действительно, вы же понимаете прекрасно, что если вырастает животное, оно большое, весит много, мяса много, а сердечко там одно, легкое одно. То есть, собственно говоря, всегда эти вещи ценились из-за того, что они в малом количестве. И, как правило, на прилавок попадает уже, собственно говоря, или перемороженные, или в каком-то таком виде, поэтому желательно все-таки брать у мясника, которого вы знаете. Варится, что сердце, что легкие, они варятся продолжительное время. На легкое надо порядка 2-2,5 часа, на сердце порядка 3-х часов. Если у вас есть скороварочка, это можно сделать быстрее. Значит, просто заливается водой, режется на куски, и мы ставим на огонь, даем закипеть, снимаем пенку, и потихонечку она у нас варится. Когда у нас легкое и сердце сварено, мы разрезаем на куски, пропускаем через мясорубку. Пропускаем через мясорубку, получаем фарш. Для того, чтобы фарш был вкусный, мы немножко поджарим лучка. И сегодня, поскольку мне сказали, пища должна быть диетичная, то есть мы берем сливочное масло, и на сливочном масле мы это все... Да, то есть мы хотим чтобы это было вкусно. Поэтому сливочное масло даст свой такой, будем говорить, оттеночек приятный, перец, соль. Больше сюда ничего не надо. Конечно, супродукты любят перченого, такого острого черного перца, вот именно не красного, а черного, душистого, не душистого, вот имеется в виду ароматного. И с этим перцем у вас получается фарш, которым мы будем фаршировать кабачок. В Украине обычно кабачки фаршируют не самим ливером, а добавляют различной каши. То есть гречневая каша, может быть, рисовая каша, вот с этими кашами, ну это, понимаете, то есть будем говорить так, от бедности надо всегда сделать много и вкусно. Я взял молодые кабачки, которые на рынке можно достать, такого плана, а обычно фаршируются кабачки, которые уже вот в хозяйстве, вы знаете, они вырастают большими, в середине косточки. То есть нарезаются шайбочки, порядка 2,5 см высотой, вынимается вот эта серединка, и туда ложится этот фарш. Так оно запекается уже в духовочке. А мы попробуем сделать лодочки. То есть мы кабачка отрезаем верхушечку и столовой ложкой вынимаем серединку, которая у нас вот здесь как бы нужна для того, чтобы наполнить. Вот эту серединку ее не надо выбрасывать, это прекрасный продукт, который можно использовать, уже кабачки молодые, у старых кабачков это косточки, а у молодых кабачков это очень нежная мякоть. И мы можем сделать прекрасную кабачковую икру, которая тоже будет радовать ваших близких, которые будут наслаждаться. Вы помните икра заморская, баклажанная, ну да, это как раз говорит о том, насколько ценен этот продукт. Кабачок подготовлен таким вот образом, мы подсаливаем, немножко перчика и наполняем нашим фаршем. Значит, фарш мы промололи наше легкое, сердце, добавили, вы помните, жареного лучка. Если фарш суховатый, добавляют бульона. я советую, ну, дайте сливочного масла, будет вкуснее. Знаете, это как раз тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Вот. И вот такой вот кабачок мы должны отправить в нашу духовочку. градусов на 180 ставим в духовочку минут на 30. Все. Вот это то, что мы приготовим. То есть, воды никакой подливать не нужно? Не надо, ничего не надо. То есть, это нежные молодые кабачки, то есть, мы можем это сам. Немножко капнем масла для того, чтобы... давайте мы пока разогреется духовочка. Маша, ты что-нибудь расскажешь пока? Расскажу пока, да. Давайте расскажем про пахлаву. Это то, что делать дольше, чем напитки. Значит, пахлава глобально есть два вида пахлавы. Вы наверняка их оба видели и внешне можно всегда определить, какая какая. Один это такой азербайджанский тип, который ромбами небольшими, темно-коричневый, орешек вставленный вот такой высоты. Вот. И второй это турецкого типа, это когда она маленькими квадратиками такая тонкая-тонкая тесто, много слоев и менее темная. Значит, мы будем делать второй тип, который такой более турецкий, вот как в Стамбуле. И делается она не совсем из теста фила на самом деле. На самом деле она делается из теста еще более тонкого. Ну, в странах произрастания. То есть там это тесто делают каждый день в соответствующих кондитерских руками. Оно вытяжное, его вот как бы растягивают огромными-огромными листами. И оно вот прямо как сталкивались ли вы с тестом фило. Я вот прямо так начала. Фило, этот я вам сейчас покажу. Это очень-очень тонкое тесто. И оно продается готовым у нас. И делать его самостоятельно, если вы не воспитывались в соответствующих кондитерских, это трудно. Вообще фило-тесто прекрасная вещь, которая имеет смысл пользоваться много. Для чего? Сейчас я его для начала покажу, потом расскажу об отличиях. Вот листочков, да, это я даже два держу. То есть он еще тоньше на самом деле. Вот. И из них делаются, например, пирожки в виде сигары, треугольные, которые, может быть, сталкивались ближневосточные. И оно очень-очень-очень похоже на правильное тесто для пахлавы. Оно капельку толще, но это почти что не чувствуется в готовом продукте. Мы сделаем сами из нее, потому что мне кажется, показывает интересно то, что можно делать дома. Мне очень нравится пахлава, которая таким образом вы будете запекать ее. Оно может быть совершенно любого размера и формы. Немножко более удобно прямоугольным, потому что вы режете в результате напрямую, но любое. Главное, у него должна быть глубина. Вот это минимальное, можно выше. И годится одноразовое вполне. И дальше, когда вы его выбрали уже, вы тогда смотрите на листы теста, которые у вас в упаковке. И видите, вот они в два раза больше в данном случае. Их нужно разрезать, значит, на две части, потому что каждый лист это слой. Их очень удобно резать ножницами. Не по одному, а прямо все сразу. Вот мы сейчас так и сделаем. Ножницы режем напополам. Это тесто достаточно быстро начинает сохнуть, поэтому, когда вы с ним работаете, нужно работать так же ловко, как это делает Маша, чтобы оно не подсыхало. Даже не так обязательно ловко, просто вы его накрываете полотенчиком, пока вы с ним работаете. Или той самой пленкой, в которую оно завернуто, мы сейчас так и сделаем. Сможем эту книгу обратно. Совершенно, да, сложили стопкой, накрыли пленкой и дальше как бы открыли-закрыли. Я сейчас сделаю первую стадию. Я возьму 10 листов этого теста и каждый из них смажу растопленным сливочным маслом, положу сюда. Смазала форму, лист тесто, смазала лист тесто, так 10 раз. Потом продолжим. Так, мы начинаем тогда, у нас кабачок подготовлен, пока духовочка разогревается, я покажу, как делаются белорусские колдуны. Их еще называют картопляны пирожки. В Украине, на западе Украины, ну, я так понимаю, что это пришло с литовским княжеством, с поляками, с этим всем. Там любят все вещи заворачивать, одно в другое, то есть там мясо в картошку, картошку в мясо, в мясо там какой-то еще фарш. Мы отвариваем картофель в мундирах, очищаем его, я не буду показывать, как чистить картошечку, то есть всем понятно, что мы отварили картошечку отварить, после этого мы можем ее натереть на терочке среднего размера, мы можем ее раздавить толкушечкой, то есть здесь уже каждый себе выбирает тот способ, которым он будет готовить эти вещи. На килограмм где-то картофеля отварного добавляем яичко, добавляем яичко, соль, перец, естественно, добавляем, и вот такой вот подготовленный фарш мы получаем из картофеля, не фарш, а тесто мы получаем из картофеля. Значит, наша задача какая, нам необходимо насыпать муки, руки мы должны вывалить в муке, чтобы у нас не прилипало наше изделие к нашим рукам, и вот таким вот образом, все время макая, мы должны приготовить вот такой вот шарик. этот шарик наша задача будет сейчас превратить в лепешечку. Пока, значит, я делаю эту лепешечку, я вам расскажу, значит, как готовится фарш. Фарш для начинки этих колдунов обычно берется мясной, мясной, свинина, там, с говядиной, еще что-либо, то есть, вот это, здесь уже вариант у каждой хозяечки свой, мясо, из мяса делается котлетка тоненькая, она ставится на серединку и заворачивается. Также их готовят с грибным фаршем. Значит, мы взяли грибной фарш, что это такое? Это грибы, которые мы обжарили, точно так же мы обжарили лук, и вот все вот это добро мы превратили вот в такую кашуцу. Вот это все мы аккуратненько заворачиваем в наш пирожок такой. Залепливаем, не боимся мукой, потому что мука здесь, собственно говоря, будет нам помогать. Вот, Женя, если можно, у тебя руки чистые, включишь мне сковородочку, включай нам максимум. Вот, и когда у нас готовые такие пирожки, я приготовил маленькие, кто любит большие, то есть есть разные варианты, есть разные варианты, говорят, большому кусту и рот радуется. Вот, поэтому у нас, собственно говоря, такая вот заготовочка, которую мы сейчас должны будем слегка обжарить на сковородке буквально до румянца. До румянца и после этого мы тоже отправляем в духовочку на доводку. на 15 буквально минут для того, чтобы оно, если понимаете, что у нас фарш готовый, картошка готовая, нам надо только их прогреть. Если же это мясные колдуны, значит минут на 25-30 для того, чтобы в середине мясо сырое, если мы положили, то есть оно должно приготовиться. Часто еще колдуны заливают соусом, значит делают на основе сметанный соус и в этом соусе их протушивают. Еще есть вариант этих колдунов, когда их варят, то есть если кому-то вот так жарко, еще чего-нибудь жареное, собственно говоря, нельзя, это, кстати, вот касается в том числе, да, идеи. В том числе и кастроэнтрологические идеи. Тогда, значит, их отваривают в кипятке и уже в таком состоянии в духовочке потом обсушивают. То есть есть такие, подают обычно или с грибным соусом, или со сметанкой, это уже. Так вот, 10 слоев, да, нужна начинка пахлаве сливочным маслом растопленным. Это всегда одинаково. Не сливочным маслом, а просто растопленным. просто растопить сливочным маслом. То есть с пахлавой это всегда одинаково. А в принципе с этим тестом, если вы делаете соленые пирожки, вы можете использовать оливковые, например. Совсем без масла, наверное, нет, это не то тесто просто. Но оливковое запросто и простое растительное запросто. Значит, начинка. Пахлава, она, ну, всегда с орехами, бывает с разными. Бывает с грецкими, с миндалем, с фисташками. Это, наверное, самые распространенные варианты. Бывает смесь миндаля с грецкими. Это то, что мы сегодня кладем. Ну и, соответственно, она отличается обычно по цене халва с фисташками. Значит, орехи молят по-разному. Некоторые совсем мелко, некоторые оставляют достаточно крупные кусочки, типа 5 на 5 миллиметров. Я сторонник вот такого. Вы сегодня вот так попробуете, но для себя вы можете, разумеется, делать мельче. И, значит, дальше у каждого свое число слоев по хлаве. И некоторые кладут всю начинку в один слой. И потом, например, половина листов теста вниз, потом вся начинка, половина листов теста вверх. И так пекут. Некоторые кладут два слоя начинки, между ними будет еще, например, два-три слоя теста. И вот это количество слоев внизу, вверху, посередине, у каждого свое, имеет смысл в целом, имеет слоев от 20 до, наверное, 35. Чем больше, тем она будет у вас выше, красивее и так далее. У нас с вами 10 внизу, 4 посередине, между двумя слоями начинки и 12 вверху. Каждый слой тесто нужно маслом. В результате вы получите вкусное слоеное тесто, если без масла, то оно просто очень сухое тесто, оно не поджарится. Теперь я кладу половинку нашей начинки, сверху еще 4 слоя теста, остальную начинку и оставшиеся 12. Вопрос о диабете и похлаве. Все-таки давайте не забывать, что основных типов диабета у нас два. Есть диабет первого типа, которым обычно заболевают дети и юные. Так вот, при этом типе диабета, уважаемые коллеги, можно все. Другой вопрос. Должен подумать наш пациент с диабетом первого типа, когда и сколько единичек инсулина под то или иное сладкое блюдо ему себе ввести, но у него нет никаких ограничений по сравнению со здоровой популяцией в выборе пищи. И он не должен ограничивать себя в чем-либо, исходя только из того, что у него сахарный диабет. Другой вопрос. Сахарный диабет второго типа. Этот диабет развивается у более взрослых лиц, у лиц, которые исходно имеют уже ожирение, имеют те или иные метаболические поломки. И вот, собственно говоря, развитие сахарного диабета, то есть хронической гипергликемии, как мы с вами сказали, это уже вот самая верхушечка тех проблем, которые метаболически наращивались, как слои пахлавы, до того, как настал момент наступления сахарного диабета. И вот лицам с диабетом второго типа мы действительно рекомендуем ограничивать простые углеводы, то есть сладости, потому что у них имеются те нарушения обмена, которые при дополнительном росте массы тела будут только усугубляться. И в данном случае запрет на сладкое связан не с тем, что быстро повысится сахар в крови, тут тоже есть свои нюансы, что принимает, какие сахароснижающие препараты пациент с диабетом второго типа, а именно с тем, что сладкая и избыточно жирная пища даст при низкой физической активности дополнительный прирост массы тела, это усугубит течение заболевания. Поэтому запрет на сладкое при сахарном диабете любого типа, он должен все-таки идти через осмысление, а почему и что и в каком количестве мы запретили. Абсолютного запрета, вот абсолютного, в ноль, его вообще нет ни на что, наверное. Многие коллеги не ответят мне на этот вопрос, а может быть и ответят. А есть ли сахар в мясе? Так вот, в мясе сахар есть. Еще как есть-то, конечно. Глюкоза содержится в виде гликогена, то есть крахмалоподобного соединения, и в печени, и в работающих мышцах. То есть, когда мы кладем себе кусок мяса, мы должны понимать, что мы положили себе в том числе и глюкозу в виде гликогена на тарелку. Это тоже забывать не нужно, когда мы говорим об ограничениях. Спасибо. Да. Ну, пока у нас доходит до готового состояния кабачок и наш колдун, мы сделаем соус грибной. Значит, я взял обычные грибочки белые с заморозки. Мы их кидаем на сковородочку, слегка обжариваем. Добавляем туда жареного лучка немножко. Вот сейчас Маша готовит блюдо, где не просто содержатся углеводы, сахар, пшеничная мука, но еще содержится большое количество сливочного масла. То есть, конечно, правильно замечено, что нельзя употреблять с десертами. При диабете второго типа нужно вообще крайне ограниченно, крайне взвешенно к этому подходить. При диабете первого типа, особенно когда низкий уровень гликемии или когда гипогликемии, можно принять подобные десерты, но тоже надо очень взвешенно к этому подходить. Почему? Потому что есть десерты, которые очень коварные, которые, несмотря на содержание совершенно большого количества быстрых углеводов, не поднимают быстро сахар в крови. Например, как вот тот десерт, который сейчас готовит Маша, который содержит достаточно большое количество жиров. Просто я к чему это говорю, что десерт, десерт урознь, особенно когда речь касается именно сахарного диабета, особенно инсулинозависимого сахарного диабета. Значит, еще ремарка с моей стороны. Мы все сложили, вот как собирали. Здесь слоев, орехи, 4 слоя, орехи, 12 слоев. Верхний слой особенно аккуратно намазали маслом, много. И теперь, перед тем, как печь, мы хотим ее надрезать на самом деле. Потому что представьте, что будет, если вы испечете, будете резать потом. Тесто будет ломким, оно будет сыпаться, не будет красивых вот этих. Ее всегда надрезают сначала. Не до конца, а просто первые или первые два своего теста, в смысле, до орехов, да? Сейчас мы всем покажем. До орехов. Вот, надрезайте так, как вы намереваетесь ее резать потом, да? Ну, видны надрезы. Все ромбики, ромбики, квадраты, прямоугольники, все что угодно. Мы вот с вами хотим прямоугольнички на 4 вот в этом направлении, на 8 в этом. И прямо так поехали. Надрезаем. Перед этим лучше дать ей поставить в холодильнике минут 30. Она станет твердой, будет резаться очень аккуратно. Вот, смотрите, пахлаву мы поставили в духовку, да? Я вот ее надрезала и поставила. Сахара там пока что нет, сейчас объясню. Сначала ее пекут, потом сливают сиропом. Это много какие восточные сладости так делаются. Сахара там действительно пока что нету. Она совершенно не сладкая. У нас с вами здесь 170 с обдувом. Надо приспособиться к своей духовке примерно 170, примерно 30-40 минут. Вы можете на вид всегда определить, готово-не готово. Вот она должна поднять, и зарумянится. Ну, вы сейчас увидите, какая она в готовом виде и просто запомните. А вот как только вы ее достали из духовки, вы заливаете ее сиропом, который заранее сделали, он уже остыл, он не горячий. Вот мы его заранее сделали, я просто объясню, что там. Для начала, вот база сиропа, стакан воды и стакан сахара. И, соответственно, вы доводите до кипения и варите минут так 8-10. Он чуть-чуть загущается. Вот, прежде чем начинать варить, кладете специи. Вы, в принципе, сами решаете, какие, можете не класть ничего. Ну, пахлава любит всякие глинтвейновые специи. Вот здесь вы видите корица. Теплые специи. Да, гвоздичка, кардамон, бадьян. Это то, что они столько звездчатый. И вот цедра лимона крупно срезанная. Вам не надо, чтобы специи попадали потом в пахлаву, поэтому лучше, если они будут крупными. Когда сироп оварился свои 10 минут, вы туда наливаете еще сок одного лимона и все, даете ему остыть. Мы не обязаны, в принципе, ждать совершенно, пока она испечется. Можем уже идти за стол, все такое. Просто вот я расскажу, что чем это закончится. Мы ее достанем и зальем вот этим сиропом. И, да, и дальше самое интересное. Именно горячее, потому что, собственно, при остывании она втянет полностью сироп в себя. То есть так она сухая и не сладкая, а настоящая пахлава, она очень сочная. И самое интересное, это дальше, что ее нельзя есть, ну, то есть можно и сразу, но она совершенно невкусная, а вкусная она после ночи в холодильнике. Ну что, мы достали наш картофельный пирожок, мы достали наш кабачок. Кабачки обычно подают сверху, полив или лучком, или еще чем-либо. можно сделать из сухариков. А грибной наш пирожок с грибным соусом и таки покрываем. Так, это готово. Ложим веточку, украшаем петрушечкой. Вот. То есть вот такого плана. И у нас, значит, наш кабачок, кабачок. Кабачок то же самое, мы немножко лучком сверху жареным. Вот. Если диетично и не хочется жареного лучка, то есть можно поджарить сухарики со сливочным маслом посыпать сверху. Можно приготовить их еще каким-то таким вот образом. И подать тогда с какими-нибудь маринованными квашенными помидорками такими вот вещами. То есть вот такие у нас получились вещи. Но мне кажется, мы сейчас уже уморили все. Все, собственно говоря, мы два слова скажем буквально о напитке еще, который называется узвар. Почему? Потому что это действительно очень традиционный украинский напиток, который подается на рождественские, на всякие праздники, на такие. Это лекарство, собственно говоря, которое употребляется. Узвар никогда не варится. Это не компот из сухофруктов. Значит, здесь берется приблизительно равное количество груш, яблок, слив, чернослива сушеных. И обычно это все дело заливается, промывается водой, заливается, оно доводится до кипения, выключается, желательно, конечно, накрыть чем-либо теплым и оставить на ночь настаиваться. Можно как холодным, так и горячим его употреблять, оно и так, и так вкусно. Летом, конечно, с холодильничкой это просто сказочный напиток. Обычно на праздники его подают в столу довольно-таки сладким, добавляют туда еще мед, добавляют туда лимоны, но это как бы сладость, которая к рождественскому столу всегда знаменовала своего такого рода следующий год, чтобы он был в достатке, это был в этих вещах, поэтому он доводил со сладким. Я думаю, что сладость там лишняя, потому что если фрукты у вас, говори так, сладкие, этого достаточно, и тем более это более для диабетных, без добавленного сахара, то есть это напиток, который выводит оксиданты, это напиток, который имеет очень много минералов, имеет целые серии витамина B, это оживленные обратно сушеные фрукты, фактически. И мы их не убиваем, мы их действительно настаиваем. Давайте теперь поблагодарим наших участников, наших зрителей и пройдем к столу. Спасибо большое.